В Ростовке в четвертый раз состоялись международные соревнования по велоспорту BMX Омск Оупен. В этом году на турнир приехали все сильнейшие спортсмены России, включая лидеров сборной, участников Олимпийских игр. 1 сентября у нас начался отбор в Токио, и поэтому, в принципе, и было спланировано таким образом, чтобы в этом году у нас придет 4 международных старта на территории России, 2 сейчас в Омске и 2 в октябре в Саранске. Помимо рейтинговых очков, которые уже пойдут за счет Олимпийского рейтинга, у каждого спортсмена есть индивидуальный рейтинг, и опыт, который они здесь получают на трассе Суперкросса, сама собой пригодится для участия в этапах Кубка мира и этапах Кубка Европы. На трассе в Ростовке, соответствующей Олимпийским стандартам, спортсмены подтвердили свой высокий уровень. Так, в классе элита мастеру спорта международного класса Евгению Комарову удалось стать лучшим. Несмотря на мастерство и богатый опыт, гонщик от золота именно на Омских горках для него первое. До этого дня я еще ни разу здесь не выиграл. Конечно, я рад, прежде всего, что я здесь первогонку смел выиграть, и, конечно же, что это первые очки, которые идут с зачета, уже Олимпийского зачета. Среди девушек в элите лучшей стала москвичка Ярослава Бондаренко. Не в первый раз, но и, как говорится, каждый раз это что-то новое. То есть, участвовав в Омске на международных соревнованиях с достаточно сильными соперницами, это было очень здорово бороться, учитывая, что трасса, мероприятие на высшем уровне, поэтому это было очень классно. У молодых спортсменов первые места заняли Илья Бескровный из Санкт-Петербурга и Варвара Овчинникова из Саранска. Соперники сильные, выносливые, как бы, отношусь с уважением к каждому из них. До этого у нас были здесь тренировки, готовились к соревнованиям перед следующим выездом в Аргентину. Подводящий такой сбор. Спортсмены, успешно выступившие на международных стартах, завоевали первые очки для Олимпийского рейтинга. Повезло и омским гонщикам. Свои баллы набрали Игорь Герасименко, Семен Абросимов и Артемий Кулагин. Семен Абросимов и Артемий Кулагин.